Северное сияние под дождем. В Наринмаре прошли традиционные гонки на лыжах. Они собрали сотни участников, самому маленькому из которых всего три года. О том, как прошли соревнования, расскажет наш спортивный обозреватель Дмитрий Марков. Первыми на лыжню встали 115 воспитанников 10 детских садов, командами от 5 до 11 спортсменов. Одного из участников представил детский дом. Самую большую команду представил детский сад «Анушка». Первыми к финишу приходит Слава Пугачев, воспитанник детского сада «Семицветик». Ему 7 лет, любит сосиски и, конечно, играть. Люблю больше всего играть. Жужжалку, игрушки. Самым маленьким участником стал Иван Безумов. Ему всего три года, но он с рвением к победе пробежался всю трассу в 500 метров. Забег самых маленьких спортсменов округа – это традиция северного сияния. Несмотря на падение, все дети продемонстрировали силу духа, выносливость и рвение к победе. Особенно азартно малыши боролись на последних финишных метрах. Сегодня у нас большой праздник. Праздник лыжного спорта. И очень здорово, что в эти дни участники от детсадовцев до людей, скажем так, преклонного возраста, одновременно выходят на лыжню. И младшему поколению есть возможность посмотреть, поучиться, как нужно относиться к жизни с оптимизмом, с радостью. Я думаю, погода сегодня не испортит наше настроение. Всех вас еще раз с праздником. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Третий день соревнований. На старт вышли женщины на 1975 года рождения и старше. Заявилось 15 участниц. У каждой из них за плечами не один год лыжных гонок. Финишную черту первой буквально пролетает Марина Завьялова. За ней Светлана Шардина и третий финиширует Наталья Смирнова. Трасса отличная сегодня на Катаре. Здорово. Который год поимаете участие? Постоянно. Замечательно. А на старте уже готовятся мужчины на 1975 года рождения. Им предстоит пройти 3 километра. 11 ветеранов мужчин боролись за первое место. Среди них победители и призеры российских турниров, мастера и кандидаты в мастера спорта. Были и те, для кого лыжи стали смыслом жизни. Дмитрий Чупров, тренер по лыжным гонкам из Тельвиски, использует все возможности пробежать с воспитанниками. На всероссийских соревнованиях показывает хорошие результаты. Ну, результаты разные были. Ну, в принципе, в области я был в десятке твердой. А на северских соревнованиях там тяжеловато было. Все-таки подготовка немного не позволяла бороться с верхними эшеломами спортсменов. Ну, а так, в принципе, плодотворно позанимался, всю жизнь пробегал. Сейчас вроде живу этим спортом, поэтому я счастлив. Далее гонка престижа. В этом забеге мужчины и женщины бегут группами, каждый на свою дистанцию. Юноши на 20 километров, женщины и девушки на 15, а мужчины на 30 километров. Самые старшие участники – Иваново Учейский и Анатолий Беляев. Оба на 1941 года рождения. Зрители на финише с нетерпением ждут участников, а на трассе разгорается настоящая борьба за победные секунды. И вот, наконец, победитель. Это Александр Матвеев, кандидат мастера спорта. Успешно представляет наш округ на региональных соревнованиях. В следующем году планирует выполнить норматив на мастера спорта. Ко всем соревнованиям готовится очень серьезно, не полагается на удачу. Здесь нужно и обладать холодным умом, так скажем, да, то есть именно тактически уметь грамотно выстроить дистанцию. Ну и, соответственно, если нет физической работоспособности, тоже ничего не получится. То есть вот это вот две вещи, которые должны быть в соокупности. В этом году организаторы решили вручить награды победителям и призерам гонок на 20, 30 и 15 километров. Самых маленьких школьников и студентов будут чествовать в ближайшее время. За третье место награждается среди мужчин 1955 года рождения старше Дуркин Владимир. За второе место награждается Куэль Леонид. Победителем в этой гонке становится Рочев Николай. Поздравляем наших ветеранов спорта, можно так сказать, самых молодых участников. Также яркий-яркий пример для нашего молодого поколения. 47-й спортивно-физкультурный праздник «Северное сияние» на приз Ивана Чупрова состоялся. Несмотря на капризы погоды, это был праздник силы, здоровья и мастерства. Дмитрий Марков, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Продолжение следует...